Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такой мне вопрос задали. Что делать, если я согрешил, в скобочках, прелюбодействовал? Ну а пока я буду отвечать на вопросы, у вас есть прекрасный шанс подписаться на канал, поставить звоночек, поставить лайки, друзья, написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте также в ссылке в описании поддержать наш канал. Ну что ж, начинаем, поехали! Надо сказать, что в такую же ситуацию когда-то попал царь Давид, да, тот самый Давид, который составил книгу «Псалтирь». И он в том случае не просто переспал с женщиной, да, прелюбодействовал, но он также убил ее мужа, чтобы овладеть этой женой. И как же он вышел из ситуации? На самом деле он не сразу вышел из этой ситуации, настолько грех ослепил его, да, он перестал видеть, можно сказать, духовные очи его просто закрылись, он перестал видеть действительно, что для этого необходимо было, чтобы пророк Нафан пришел, рассказал ему небольшую историю, небольшую притчу, в котором он даже тогда не узнал себя. И пророк Нафан тогда ему уже конкретно говорит, это был ты, это ты во всем виноват. И вот после его вот этих, вот этой притчи как раз он уже раскаялся в своем содеянном. То есть самое первое, что необходимо делать, это раскаяться. Это слово было называемое также покаяние. Вот тот самый 50-й псалом, который так часто цитируется и используется в молитвенной церковной практике, то этот псалом был как раз сказан царем Давидом, но считается, что он сказал после того, как совершил все эти злодеяния, друзья. Также и вы можете читать данный псалом, пережить ту боль, которую испытывал царь Давид, прося Господа изгладить ваши грехи, очистить ваши ошибки, вашу вот эту скверну, да, эти пороки, чтобы вы очистились и омылись от своего греха, потому что, ну да, это действительно техчайший грех. Нужно осознавать этот грех, всегда перед глазами его иметь как нечто такое ужасное. Как и говорит святой Афанасий Великий, царь Давид всюду обносит с собой упометование о грехе прелюбодеяния, потому что не оставляет его грех сей и не отступает от него, но всегда пребывает с ним и мучает его. А иметь перед глазами грех не означает, что постоянно вспоминать об этом как нечто о таком хорошем, да, но постоянно испытывать боль о содеянном, да, то есть чувствовать, сожалеть об этом, вот что имеется в виду. То есть важно не помнить о грехе не того, чтобы его постоянно совершить, да, не для того, чтобы повторять, надо же быть осторожным, чтобы этот грех снова не повторять. В этом плане святой Анастасус говорит, что если Бог по своему милосердию простит тебе грех, ты имей его перед глазами ради безопасности своей души, потому что память о прежних грехах предохраняет от будущих, и кто сокрушается о прежних, тот остерегается от их повторения. Надо понимать, что от Бога мы ничего не можем скрыть, невозможно ничего скрыть от Бога, друзья. От людей можно, а вот от Бога нет. Кроме того, очень важно понять, что мы, мы в этот грех привлекли третье лицо, то есть есть жена, есть вы, да, и вы привлекаете третье лицо в свой грех. Кающийся грешник даже в данном случае, он должен понимать, что его грех не может быть оправдан неведением, то есть нет такого, что я не знал, что это грех, и вот так случайно попал. Об этом говорит как раз царь Давид, что он уже в материнской утробе, можно сказать, знал, как нужно поступать. Господь дал, можно сказать, такое знание, да, или вот такое человеческое свое природо, его это знало, но он не сумел соблюсти требования закона. Нужно осознавать и вспоминать о милосердии Бога, и иметь решимость больше не грешить, всегда быть очищенным и оставаться белее себя, как говорит царь Давид. Нужно осознавать, что мы лишены радости из-за наших грехов, и просить у Господа, чтобы Он возвратил нас на наше прежнее состояние. И из-за этого греха мы лишились радости, значит, нам нужно умолять, просить Бога, чтобы Он на нас не гневался из-за этого греха и изгладил наши ошибки. Исправление самое важное, друзья. Исправление возможно, если мы изменим свое сердце. Вот свое сердце мы можем подарить Богу, исправившись, переставая делать этот грех и желая больше никогда не возвращаться к этой страсти. В христианской практике очень важно также исповедание грехов в личной исповеди. Было бы здорово, чтобы вы пошли на личную исповедь, при этом имея вот все то, что я выше сказал и показал. Спасибо за ваш вопрос.